Здравствуйте! Сегодня среда, 27 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня выпуски. Вступило в силу соглашение о прекращении огня, заключенное между Израилем и проиранской шиитской группировкой «Хизбава». Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию с призывом предоставить Украине крылатые ракеты «Тамагавк». Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о коррупции в судейском корпусе российского футбола. Также сегодня. В бюджете на следующий год уже заложен доллар дороже старого. Макроэкономический прогноз, на котором строится вся политика, которая готовит Минэкономразвитие, он уже подразумевает, что рубль будет дешевле. Курс рубля по отношению к американскому доллару резко снижается несколько дней подряд. Сегодня утром вступило в силу соглашение о прекращении огня, призванное положить конец боевым действиям между Израилем и базирующейся в Ливане группировкой «Хизбава», признанной террористической организацией в США и многих других западных и мусульманских странах мира, но лишь частично в Европейском Союзе. В течение 60 дней вооруженные силы обеих сторон обязаны покинуть Южный Ливан. Сколько продлится режим прекращения огня, пока непонятно. Премьер-министр Израиля Бенемин Нетаняху в специальном видеобращении подчеркнул, что если Хизбава продолжит обстреливать северные районы Израиля или попытается перевооружиться, то израильская армия немедленно нанесет мощный ответный удар. В этом обращении Нетаняху назвал три главные причины, по которым его правительство согласилось на остановку боевых действий в Южном Ливане. Так почему же сейчас нужно прекратить огонь? Есть три основные причины. Первая причина, чтобы сосредоточиться на иранской угрозе. Подробнее я не буду говорить. Вторая причина – восстановление сил и пополнение ресурсов. Говорю вам открыто, были большие задержки в поставке оружия и боеприпасов. Эта задержка вскоре будет устранена. Мы оснастимся передовыми средствами, которые сохранят жизни наших солдат и дадут нам дополнительные силы для решения боевых задач. Третья причина – разделение фронтов и изоляция Хамаса. Со второго дня войны Хамас рассчитывал, что Хазбалла будет воевать на его стороне. Но когда Хазбалла исключена из уравнения, Хамас остается один. Наше давление на него усилится, что поможет выполнению святой задачи – освобождению наших заложников. Это был премьер-министр Израиля Бенимин Нетаньяху. Созданная и финансируемая Ираном военизированная шиитская группировка Хазбалла много десятилетий остается одной из сильнейших организаций и политических партий Ливана, где она борется за создание исламского государства по иранскому образцу. Политическое крыло Хазбаллы представлено в Ливанском парламенте и контролирует большую часть районов с шиитским населением на юге Ливана. Хазбалла неоднократно призывала к уничтожению Израиля, заявляя, что еврейское государство не имеет права на существование. Мой собеседник – политический аналитик, востоковед Андрей Остальский. Я бы хотел, прежде всего, сосредоточиться на словах Бенимина Нетаньяху, который, когда объявлял о перемирии, назвал первую причину того, что это перемирие заключено – это иранская угроза. И при этом он отказался сообщать какие-то подробности. Что, на ваш взгляд, он имел в виду прежде всего? Ведь все-таки Хазбалла – это проиранская группировка, и, в общем-то, ее можно рассматривать как угрозу со стороны Ирана. Нет, ну, разумеется, так оно все и есть. Я думаю, что он не очень удачно выразился, потому что действительно можно было его понять так, что вот Иран какой-то ультиматум Израилю предъявил. Если вот не замерите сейчас с Хазбаллой, то мы там такое устроим, что вам мало не покажется. Я думаю, что такого ультиматума не было. Угрозы подобного рода ежедневно произносятся в Тагеране. И речь идет о том, что Натаньяху считает, что Израилю надо сосредоточиться на иранской угрозе, на долгосрочной иранской угрозе, не на каких-то сиюминутных новых ультиматумах, а на том, что вообще делать с ситуацией, когда Иран, вот, например, поссорившись, разругавшись с МАГАТЭ окончательно в последнее время, уже собирается резко наращивать работу своих центрифуг ядерных, то есть изготавливать ядерное топливо для потенциальных бомб. Этот момент играет, конечно, роль тот факт, что Иран вообще живет в состоянии боевой готовности и, видимо, даже еще ее повышает. И размышляют некоторые из руководителей Ирана о необходимости вступления в войну ближневосточную и развязывания полномасштабной войны с целью попытаться уничтожить Израиль. Вот об этом, видимо, идет речь. Как вы полагаете, вот такое перемирие, оно может быть устойчивым? В краткосрочном плане может быть. Почему? Потому что очень большой ущерб инфраструктуре Хизбаллы удалось нанести Израилю. Уничтожены их базы, поэтому, да, физическая ликвидация произошла, многих военных командиров их надо заменить кем-то. И Хизбалла очень ослаблена, очень ослаблена, поэтому пройдет время, пока она будет готова к тому, чтобы снова играть активную военную роль в противостоянии с Израилем. Это передышка. Израиль себе получил достаточно продолжительную передышку, я думаю. Но, конечно, вот читал я уже заявления лидеров Хизбаллы, или, по крайней мере, представителей Хизбаллы, потому что непонятно, кто у них теперь там лидер, и журналистов, работающих на Хизбаллу в газетах ливанских. И там, в общем-то, лейтмотивом звучит мысль, что это перемирие не означает, что Хизбалла сколь-либо отказывается или отдаляется слишком далеко от своей стратегической цели уничтожения Израиля. Поэтому Хизбалла будет оставаться, разумеется, орудием в руках Ирана, будет оставаться военной угрозой для Израиля. И недаром, Андрей, обратите внимание, что израильтяне сами очень скептически эту новость восприняли. Ну, чуть 37, кажется, процентов по последним опросам одобряют, но 32, почти столько же, не одобряют решение Натаньяху. А среди сторонников жесткого курса, то есть, грубо говоря, электоральной базы самого Натаньяху, аж 70 процентов расстроены произошедшим и считают, что он совершил ошибку. В этом смысле Натаньяху несколько ослабил свои позиции даже среди своих сторонников. Но вот он, тем не менее, довольно неожиданно, на мой взгляд, на это пошел. Отчасти под давлением Запада, Соединенных Штатов и так далее. Ну и передышку Израиль и израильская армия получают. Отодвигаются, по крайней мере, за реку Литании силы Хизбаллы. То есть, на некоторое время будет выполняться резолюция 1701-2006 года Совета Безопасности ООН. Можно обстреливать, конечно, и из-за реки Литании, тем более ракеты достаточно дальнобойные есть в распоряжении Хизбаллы. Их тоже, правда, много уничтожено. Надо будет восполнять запас. Можно не сомневаться, что это восполнение будет происходить. Короче говоря, еще раз подвожу итог. Да, передышка достаточно длительная, возможно, важная для Израиля в этот момент. Особенно, когда надо что-то решать все-таки с сектором газа. Не надо будет воевать на два фронта, что называется, некоторое время. И каждая из сторон, разумеется, постарается эту передышку использовать в своих интересах. Ну, а как вы полагаете, Хамас теперь пойдет хоть на какие-то уступки по сравнению с тем, о чем заявляли оставшиеся в живых лидеры этой группировки? Трудно сказать, потому что непонятно с лидерством. Такое впечатление, что там хаос царит. И полевые командиры мелкие там всем заправляют у каждого свое представление. Какие-то есть вроде бы позитивные заявления. Вот я видел от людей, не знаю, кого они представляют, насколько их можно вообще считать представляющими организацию Хамаса. Но, тем не менее, они говорят о том, что они приветствуют это соглашение, думают, что оно может открыть дорогу к какому-то соглашению в Газе. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что эти заявления мало чего стоят, потому что непонятно, от кого они исходят, и можно ли их принимать серьез. Заключение перемирия между Израилем и группировкой Хизбалла мы обсуждали с лондонским политическим аналитиком востоковедом Андреем Остальским. Время свободы. Министерство обороны России признало вчера, что по меньшей мере три ракеты американского производства «Атакамс», выпущенные в СУ по территории России, достигли своей цели в Курской области и заявило, что российская армия готовит ответные действия. Речь идет об ударах, нанесенных 23 и 25 ноября. Как заявляет командование армии Украины, при одном из таких ударов был уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-400. После испытания России баллистической ракеты «Орешник» при ударе под Днепру на прошлой неделе, разговоры о том, как далеко может зайти Россия в ответ на удары западных ракет по ее территории, не прекращаются. На этом фоне парламентская ассамблея НАТО одобрила резолюцию, призывающую членов Альянса передать Украине ракеты типа «Тамагавк». Это дальнобойные ракеты, способные преодолевать расстояние в более чем 5000 километров. Резолюция не обязательна для исполнения странами НАТО, однако само обсуждение этого вопроса на таком уровне очень важно. Так считает глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной Рады Егор Чернев. После того, как Российская Федерация, во-первых, использовала новый вид баллистических ракет, во-вторых, и прежде всего увеличила свой контингент за счет северокорейских военных, это уже было точно новым витком эскалации, на которую нужно было реагировать. Как реагировать? В том числе и предоставляя вот эти вот инструменты сдерживания дальнобойной ракеты. То есть первое – это аргументация, второе, конечно, это личные связи, потому что мы достаточно хорошо работаем и прежде всего с американской делегацией. Тут нужно отметить, что ни демократы, ни республиканцы не выступали против включения такого пункта в резолюцию. Ну и я скажу, что да, это необязательная для исполнения резолюция, но мы подняли этот допрос на политический уровень. Я напомню, что на прошлой ассамблее НАТО впервые на политический уровень было поднято решение о предоставлении Украине разрешения бить по территории Российской Федерации, которая потом воплотилась, собственно, в реальное решение уже правительств и США, и Британии, и Франции. Впервые было озвучено и закреплено в документе на политическом уровне пока еще позиция о предоставлении Украине не дальнобойных ракет, а именно ракет средней дальности. Это дает вот этот вот базис для принятия решений, конечно же, на уровне национальных правительств. «Тамагавка» – это одна из ракет средней дальности. Есть крылатая дозвуковая ракета, есть баллистические ракеты средней дальности. Достаточно большой рассеян у наших партнеров есть, разных ракет. Но «Тамагавк», наверное, просто потому что на слуху у всех и понятен, что это такое. Вот я его упомянул, но не ограничиваясь именно этой ракетой. Мы понимаем, что в блоке НАТО ключевую роль играют Соединенные Штаты. Соединенные Штаты сейчас в процессе передачи власти. Решится ли на это Байден до передачи власти до 21 января? Не знаю, не уверен. Но, опять-таки, мне кажется, что мы дали определенный пас Трампу, который может это использовать как козырь при переговорах, при давлении на Россию для того, чтобы закончить эту войну. И если она не готова закончить, то такие ракеты могут быть переданы. А уже другие страны, я думаю, что последуют примеру, как это бывало уже неоднократно и с танками, и с дальнобойными ракетами, и с разрешением использовать их по территории Российской Федерации. Когда у тебя есть возможность достигать стратегической глубины противника, там, где у него находятся производства, склады, логистика, это, конечно же, выбивает вообще потенциал введения войны, военный потенциал, и, соответственно, снижает интенсивность боевых действий, снижает вообще возможность проведения боевых действий. Вот это основное назначение таких ракет. Мы видим, что красную линию использования ядерного оружия Российская Федерация не пересечет по многим причинам, во всяком случае, как минимум, до прихода Трампа в овальный кабинет, потому что это закроет любые возможности переговоров с США и вызовет определенную реакцию западного мира. Но и кроме западного мира есть еще и китайцы Индии, которые сказали, что это недопустимый виток эскалации. Если мы не говорим, если мы отбрасываем ядерное оружие, в общем-то, эскалировать больше некуда. Ну, другие виды ракет еще будут запущены. Так мы получаем удары баллистическими ракетами с самого начала полномасштабного вторжения. Начиная с «Искандеров», потом были кинжалы, сейчас это «Орешники». В принципе, ничего принципиально не меняется. Мы не выходим на новый виток эскалации. Вот присутствие северокорейских войск и фактически вступление в войну в Северной Корее, это определенного рода эскалация. Но и тут не так много места для маневра, по большому счету. Увеличение контингента, ну, возможно. Я больше не вижу никаких шагов, которые может предпринять Российская Федерация для увеличения эскалации. Это был глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 27 ноября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Курс российского рубля по отношению к доллару продолжает падать уже несколько дней подряд. Один доллар на валютном рынке на момент записи этого выпуска «Времени свободы» стоил уже 110 рублей. Это самый низкий курс с марта 2022 года. Только за сегодняшний день рубль подешевел более чем на 4%. При этом признаков того, что российское правительство и Центробанк собираются как-то вмешиваться, чтобы остановить это падение, нет. Мой собеседник, экономический обозреватель радио «Свобода» Максим Блант. Во-первых, есть и факторы. Во-вторых, и принципиальное решение о том, чтобы отпустить курс рубля, по крайней мере, не реагировать сейчас. Да, тоже было принято. Об этом тоже мы говорили и писали. Особенно если вспомнить, что в бюджете на следующий год, на 2026 год, уже заложен доллар дороже 100 рублей. Поэтому макроэкономический прогноз, на котором строится вся политика, которая готовит Минэкономразвитие, он уже подразумевает, что рубль будет дешевле. Что касается непосредственно нынешней ситуации, тут целый ворох факторов, да, тут идеальный шторм, можно сказать, для рубля, потому что это и, как выражается сейчас в России, усиление геополитической напряженности. То есть, ну, когда Путин начал запускать баллистические ракеты межконтинентальные, вот тут, собственно, и началась распродажа не только на валютном рынке рубля, но и на фондовом рынке. Можно посмотреть, что сейчас ситуация едва ли не хуже, чем сразу после начала войны. Кроме того, тут пакет санкций американских, который был озвучен 21 ноября, закрывает последнюю калитку для получения России легальным способом валют недружественных стран из Европы. Да, ну, вот до сих пор велись поставки в Европу российского трубопроводного газа. Хаб был финансовый Газпромбанк. Путин своим указом указал этот банк еще в апреле 22-го года, как единственный способ оплаты за российский газ для европейских стран. Ну, соответственно, банк попал под санкции, они начнут действовать с 20 декабря, но уже сейчас понятно, что, скорее всего, поставки Газпрома в Европу прекратятся. Уже сейчас сказано, что через Украину транзит тоже заканчивается, поскольку 31 декабря этого года заканчивается долгосрочный контракт, до сих пор действующий, и возобновлен он, скорее всего, не будет. Ну, просто европейцы перестанут иметь возможность оплачивать этот газ, а бесплатно, как сказал Путин, Россия газ поставлять не станет. Соответственно, валютной выручки будет меньше. Это все наносит удары по российской внешней торговле. Кроме того, в том же пакете санкций еще полсотни российских банков, и значительная часть из них использовалась российскими нефтяными компаниями для получения валютной выручки от торговли из Китая и Индии. Ну, вот целый ворох факторов, которые бьют по рублю. И мы тоже с вами уже обсуждали, что, в принципе, устойчивость российской экономики к внешним шокам, будь то цены на нефть или дополнительные ограничения в возможности получения валютной выручки резко снизилась после начала войны. Раньше была подушка безопасности, сейчас ее не стало, и, соответственно, рынок реагирует. Поскольку реакции ни из Кремля, ни из Белого дома, ни из Банка России с Недвинки на вчерашний прорыв не последовало, сегодня было продолжение. Если вчера выше 105 рублей давали за доллар, сегодня больше 108. Но нужно, в принципе, ориентироваться на курс юаня. И курс юаня сейчас поставил вообще какой-то максимум выше прошлогоднего. В прошлом году добирался до 14 рублей за юаня, сейчас уже 14,80. Вот это ключевая, собственно, цифра для всей российской внешней торговли. И внутренней, кстати, да. То есть это будет означать дополнительный разгон инфляции, это будет означать, что у Министерства обороны появятся дополнительные аппетиты, и вот та инфляционная спираль, которая сейчас раскручивается, она продолжит раскручиваться. Соответственно, высокие ставки оказались неэффективными, этому уже можно давно констатировать. А при этом они оказывают жуткое или мощное депрессивное давление на российскую экономию. Вот вам все источники для стагфляции, о которой тоже говорили уже некоторое время назад. Падение курса российского рубля по отношению к основным мировым валютам мы обсуждали с экономическим обозревателем свободы Максимом Блантом. Вы слушаете «Время свободы». Как я уже упомянул вчера, в Государственную Думу России внесен законопроект, принятие которого позволит исключить захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» из российского списка террористических организаций. Одновременно в Афганистане побывала довольно представительная российская делегация во главе с секретарем Совета Безопасности России Сергеем Шойгу, который заявил о готовности России сотрудничать с Афганистаном по всем направлениям. О том, почему Кремль так заинтересован в этом сотрудничестве, рассуждает политолог-востоковед Игорь Панкратенко. Для России важно создать некую коалицию, которая максимально нервировала бы Соединенные Штаты и Запад. Поэтому «Талибан» в качестве партнера по этой коалиции – просто замечательная совершенно идея. Раньше Россия ограничила свои контакты с «Талибаном» хоть какими-то нормами приличия. Сейчас все нормы откинуты, поэтому «Да здравствует Талибан!» Как наш МИД заявил, они вполне серьезные договороспособные партнеры, и поэтому с ними нужно максимально расширять сотрудничество. Мне кажется, что боевики «Талибана» на украинском фронте не появятся по одной простой причине. Взаимодействие, организация взаимодействия, координация в военном плане с «Талибами» представляет фактически неразначимую проблему для российской армии. Это во-первых. Во-вторых, у «Талибов» масса забот внутри Афганистана. У них там во всю идет взаимная резня с ИГИЛ, поэтому они даже роты не отдадут, чтобы не ослабить себя. Нынешние «Талибы» — это не «Талибы 90-х годов» с их идеями продвижения, там, своих идей, революции, экспансии в Центральную Азию. «Талибы» в Афганистане — это серьез и надолго. Поэтому Россия в этом отношении просто идет по пути других центрально-азиатских государств, в первую очередь Узбекистана, во вторую очередь Туркменистана, в третью очередь Казахстана. И стремится к выстраиванию конструктивных отношений с талибами, как с будущим, с действующим афганским правительством. В том, что касается Таджикистана, я не думаю, что позиция России была согласована с таджиками. Ну, все мы знаем, у президента Таджикистана в отношении Талибана достаточно такое своеобразное и сложное отношение. Ему всякое улучшение отношений с талибами — это острый нож. Это был политолог, востоковед Игорь Панкратенко, фрагмент его интервью в программе «Настоящее время. Азия». Время свободы. Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» выдвинула на пост президента страны, депутата от этой партии, в прошлом известного футболиста Михаила Кавилашвили. Шестой президент Грузии будет избран 14 декабря не всенародным голосованием, как это было раньше, а в соответствии с новым законодательством на коллегии выборщиков. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе. Представляя Михаила Кавилашвили в качестве кандидата на пост президента и верховного главнокомандующего, реальный лидер страны, председатель правящей партии «Грузинская мечта» миллиардер Иванишвили заявил во дворце царя Ростома, что кандидат от партии власти, цитата, «настоящий грузин даже хабитусом», то есть внешностью. Действительно, Михаил Кабаладзе по всеобщему мнению олицетворяет собой образ грузина, известный еще по фильмам Георгия Данелли. Он считается олицетворением самых консервативных национальных ценностей. Депутат парламента трех созывов от «Грузинской мечты» Кавилашвили неоднократно выступал с антизападными заявлениями, утверждая, якобы в США и ЕС действует некая партия войны, которая пытается открыть в Грузии второй фронт против России и втянуть страну в новую войну с Российской Федерацией. Грузинские неправительственные организации не смогли обнаружить документ, подтверждающий высшее образование будущего президента. В прошлом Михаил Кавилашвили, которому сейчас 53 года, неплохо играл в футбол. Выступал за Владикавказскую Аланию, затем Манчестер-Сити и швейцарский Грассхоппер. Вернувшись на родину, активно боролся против третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, был депутатом парламента нескольких созывов. Номинирование Кавилашвили на пост президента вызвало бурную негативную реакцию оппозиции. Некоторые оппозиционные лидеры даже напомнили о решении римского императора Каллигулы, назначившего сенатором своего коня. Согласно действующей конституции, президента парламентской республики 14 декабря изберет коллегия выборщиков. Оппозиция уже заявила о бойкоте будущего заседания коллегии. Георгий Кубаладзе, радио «Свобода» Тбилиси. Михаил Кавилашвили был, кстати, лучшим бомбардиром Владикавказской Алании, которая в 1995 году под руководством Валерия Газаева выиграла чемпионат России по футболу, прервав гегемонию московского «Спартака». О коррупции в российском футболе и о причастности к ней Газаева тогда входили просто легенды, правда, никто так наказан и не был. К примеру, признание защитника команды «Уралмаш» Мирослава Ромашенко в том, что Алания, как говорится, простимулировала «Уралмаш» за победу над ее главным конкурентом «Локомотивом», тогда воспринималась как само собой разумеющееся. Российские футбольные руководители последних лет постоянно подчеркивают, что сейчас борьба в российском футболе ведется честная, но карты им смешал вчера Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, правительство которой финансирует клуб «Крылья Советов». Вот что он, в частности, сказал. Ко мне два месяца назад пришел один из функционеров клуба «Крылья Советов» и сказал, Вячеслав Ильич, вы там долги пересчитываете за «Крылья». Вот у нас есть еще один долг, это порядка 36 миллионов рублей. Я его спросил, а на что? Он сказал, вы знаете, я не могу вам сказать. Почему? Потому что это преступление, вам знать не надо. Ну, в конце концов, он мне рассказал и выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола, 36 миллионов, губернатор региона, который является учредителем профессионального клуба «Бысшей лиги» в период проведения слов. Это был губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Объем черного нала на коррупционном судейском рынке Федорищев оценил в полмиллиарда рублей. На заседании, на котором он произнес эти слова, как пишет Фонтанко, присутствовали помощник президента Алексей Дюмин, это бывший губернатор Самарской области и бывший охранник Путина, а также глава российского правительства Михаил Мишустин. Так что руководители всех российских футбольных структур немедленно заявили о готовности провести тщательное расследование. Правда, Федорищев добавил, что информации, из которой он мог бы идти в правоохранительные органы, у него пока, по крайней мере, нет. Так что будут ли выявлены какие-то нарушения и будет ли кто-то наказан, сказать трудно. Вообще, футболисты, тренеры, тем более футбольные функционеры по поводу коррупции в футболе предпочитают отмалчиваться. Проговорился два года назад известный в прошлом футболист, острый на язык Игорь Денисов, игравший за петербургский «Зенит», «Московская Динамо» и «Локомотив». Вот что он сказал в своем знаменитом интервью журналисту Нобелю Арустамяну. Я уверен, на сто процентов я бы играл до сорока, если бы я не столкнулся с этим дерьмом нашим российским футболом. Я ничего не мог понять, как вы можете увольнять президента, который собрал команду, как вы можете подходить к капитану команды, просить понижения за... чего? И при этом, понимаете, получается так, что я в «Динамо» прошел эту всю грязь, вообще полную. «Динамо» опять, кстати, Кубок России не выиграл. Вы понимаете, да? Это был бывший российский футболист Игорь Денисов. Если кто-то следит за российским футболом, то, услышав эти слова, Денисов вспомнит, как в мае 2022 года в финальном матче Кубка России, в котором «Спартак» выигрывал у «Динамо» со счетом 2-1, на самых последних минутах ворота «Спартака» был назначен пенальти. Забивавший в том сезоне все 11-метровые удары динамовец Даниил Фомин в этот решающий для команды момент запустил мяч куда-то выше ворот. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин-Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова